Мероприятия, связанные с авиацией, подобного масштаба в Нефтекамске проводятся впервые, а потому подготовка к его проведению началась заранее. Тот факт, что больше полугода наш аэродром был законсервирован, трудностей только добавил. На скашивание травы ушел день, а были и другие работы. По электроснабжению, по подготовке полосы, подготовке перрона, стоянок, все было выполнено. Было еще принято решение совместного с Уфимским авиационным центром об открытии здесь у нас в Нефтекамске фериала этого центра. Надеемся, что произойдет какой-то скачок, что люди подтянутся, приблизятся к небу, к авиации, увидят, что это на самом деле доступнее намного, чем может быть думают все. Сейчас на площадку прилетают первые экипажи. Уже прибыли борта из Уфы и Самары. Нефтекамский аэроклуб тоже выгнал из ангара свою технику. Кстати, на днях их арсенал пополнился еще одним самолетом. Изготовлен этот аппарат был в Уфе по спецзаказу. Проект канадский, доработанный для наших погонных условий. По желанию заказчика тут можно дорабатывать уже вплоть до автопилота. Такие вещи. Это четырехместный самолет. Все это, так говорится, наше уфимское производство. На дальние расстояния и летом, и зимой. И в принципе можно сделать так, что в одной рубашке зимой можно летать, тут все тепло. Производство воздушных судов малой авиации станет одной из тем семинаров для пилотов и заинтересованных лиц. Семинары, брифинги, мастер-классы – это основа фестиваля. Но программа рассчитана не только на пилотов, но и на простого обывателя. Нефтекамцев приглашают на аэродром в пятницу и субботу. Сам слет будет проходить три дня. Завтрашний день он рассчитан на участников из других городов. А 17 и 18 числа мы ждем жителей города Нефтекамска и всех желающих гостей на нашей площадке. Что будет? Вечером 17 числа у нас будут предварительные полеты, тренировочные, когда летчики со своими командами смотрят площадку, выступают. А 18 числа с 12 часов дня до 4 у нас будет большое авиашоу, на котором зрители увидят все выступления в полной программе. Единственное неудобство будет ограничено движение личного автотранспорта по дороге, примыкающей к улице Янаульской в сторону аэропорта. Места парковки транспорта гостей и зрителей будут расположены слева от стыла Нефтекамск. Так что удобнее добраться будет на автобусе следующему по 10 маршруту. Наталья Бурова, Альшат Исламов, информационная программа «Время новостей».